Он платит 2,5 миллиона рублей в месяц за аренду особняка в центре Москвы. Вот-вот ему исполнится 85 лет. Он народный артист России, который стал отцом прямо накануне своего 80-летия. И долго скрывал, что детей ему родила не жена, а суррогатная мать. Проблемы со здоровьем, финансовые трудности и непростые отношения со старшей дочерью, несмотря на славу и успех, наш герой оказался перед лицом испытаний. Наш герой – легенда российского кино и театра, человек, чья жизнь полна взлетов и падений. Но последние годы его судьба напоминает драму, где на сцене разыгрываются события, которые не снились ни одному культовому сценаристу. Однако рядом с ним всегда его муза, третья жена Ирина Млодик и две маленькие дочери, ради которых он продолжает бороться. Как сложилась судьба легендарного актера и как он живет сейчас? Когда имя Эммануила только начинало мелькать на экранах кинотеатров, никто и представить не мог, какие испытания ему предстоит пережить в будущем. Его карьера шла в гору, а сам он был окружен славой, любовью поклонников и огромными перспективами. Однако, как часто бывает с большими звездами, личная жизнь артиста оказалась далека от идеала. Его первый брак с Тамарой Румянцевой подарил ему дочь Ксению, но любовь, увы, не смогла выдержать давление карьерных амбиций и частых разлук. Развод стал болезненным для обеих сторон, и Ксения выросла вдали от отца. Эммануил всегда признавал, что эта разлука оставила глубокий след в его душе. Но именно это обстоятельство стало одним из тех факторов, которые позднее привели его к поиску счастья в следующем браке. Когда Эммануил встретил свою вторую жену, актрису Аллу Балтер, многие думали, что их пара – одна из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Они были неразлучны, и казалось, ничто не сможет этого изменить. Однако судьба распорядилась иначе. Болезнь Аллы, ее медленное угасание, стало настоящим ударом для Эммануила. Смерть любимой жены оставила его в полном одиночестве и отчаянии. Это была не просто утрата близкого человека. Это был конец целой эпохи в его жизни. После этой страшной потери, жизнь Эммануила долгое время не могла вернуться в привычное русло. В тот период он сосредоточился на воспитании старших внуков – Полины и Даниила, стараясь компенсировать свою боль заботой о молодом поколении. И вот, когда казалось, что жизнь Эммануила окончательно потеряла яркие краски, на горизонте появилась Ирина Млодик. Их союз стал сенсацией. Разница в возрасте, как и обстоятельства их знакомства, вызывали много вопросов у общественности. Младшие дочери, Этель и Клара, рожденные в этом браке, стали для Эммануила настоящей радостью, но вместе с тем и новой ответственностью. Для возрастного актера отцовство в таком возрасте – это, безусловно, вызов. В интервью он не раз признавался, что ему трудно привыкнуть к новым обязанностям. «Памперсы – это не мое», – с улыбкой говорил он. Но было видно, что радость от общения с маленькими дочерями делает эти сложности вполне преодолимыми. Однако радости отцовства омрачились серьезными проблемами со здоровьем. В мае 2023 года Эммануил оказался в больнице с сердечным заболеванием. Операция была серьезной, и хотя его жена Ирина уверяла всех, что все шло по плану, ни подробностей хирургического вмешательства, ни ее истинной сложности она не раскрыла. Некоторые источники говорили о необходимости шунтирования. На фоне ухудшающегося здоровья начались и финансовые трудности. Слухи о том, что Эммануилу и его жене пришлось занимать деньги у друзей, чтобы сохранить жилье, быстро распространились по светской хронике. Для многих россиян 2,5 миллиона рублей арендной платы ежемесячно за третьэтажный особняк в центре Москвы оказались баснословными средствами и лишней тратой денег. Быть знаменитым и успешным не всегда значит быть финансово стабильным. После болезни и потери второй жены, Эммануил оказался в тяжелой финансовой ситуации. Друзья и близкие окружили его заботой, но были вынуждены вмешаться и помочь материально, чтобы семья Эммануила смогла сохранить жилье и поддерживать нормальный образ жизни. Одним из самых близких ему людей стала Ирина Млодик, женщина, которая, несмотря на все трудности, всегда находилась рядом. Она не только поддерживала его эмоционально, но и активно помогала в ведении быта, что в условиях ухудшающегося здоровья Эммануила стала еще более актуальна. Несмотря на все сложности, Эммануил старается оставаться в хороших отношениях со всеми своими детьми. Воспитание двух младших дочерей стало его приоритетом, а их детская радость и беззаботность – лекарством от жизненных невзгод. Однако отношения со старшей дочерью Ксенией остаются сложными. Развод с ее матерью оставил глубокую рану, и хотя они стараются поддерживать контакт, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Да, и в окружении знаменитого артиста не все гладко. Несмотря на публичные заявления о поддержке, есть и те, кто втайне завидует его успеху и пытается вмешаться в его жизнь. Ходят слухи, что один из близких друзей актера попытался воспользоваться финансовыми проблемами семьи, чтобы предложить свою помощь в обмен на определенные услуги. Однако Ирина, обладающая острым умом и бизнес-хваткой, не позволила этому человеку войти в их личное пространство. Эти интриги только усилили семейные проблемы, но также стали дополнительным стимулом для нашего героя продолжать борьбу. Продолжение следует...